здравствуйте мы продолжаем подводить итоги уходящего года и у нас в студии человек который регулярно если вдруг у крыла ftv расслабляется и забывает иногда говорить о правом человека о правах человека нам об этом напоминает за что мы очень благодарны у нас в студии человек который сам защищает права человека и вот просто активный двигатель он всех на это я не знаю сподвигает есть такое слово или нет но придумаем итак у нас в студии олег партыненко олег здравствуйте спасибо доброе утро я хочу напомнить что олег является руководителем аналитического направления украинской хельсинской спилки справленным олег вот поскольку вы так долго занимаетесь защитой прав человека предлагаю поговорить искренне вот у нас был александр павличенко только что в студии и он честно сказал 24 процента национальной программы по правам национальной стратегии по правам человека выполнена вот вопрос очень простой кто не дорабатывает вообще столько людей работает работает а вот как-то только 24 процента но мы долго тоже думали в общественно в общественной платформе которая создалась при офисе омбудсмана для мониторинга стратегии там больше 70 организаций и тут есть масса причин и сказать что чиновники сопротивляются саботировать но это самый легкий способ хотя и этот фактор тоже сбрасывать нельзя со счетов это но это проявляется не во всех направлениях и не во всех министерствах вообще тут изначально получилось так что мы как правозащитное сообщество и представители министерства мы не совпадаем просто по ритму и темп по работ по форме работы потому что чиновник он всегда консерватор и это является силой консерватизм и стабильность государственной системы именно этим она и хороша что она не допускает нововведений и позволяет какое-то время стабилизировать положение в результате чего улучшается ситуация там то ли с правами человека то ли с отдельной сферой но в том государственную систему нужно выдвигать на новый рубеж и как говорят сейчас модным словом выводить из зоны комфорта иными словами государство это прекрасный механизм который окапывается на новом поле боя врывается в землю делает комфортабельные блиндажи подвозит питание интернет и живет прекрасно в условиях обороны и вот в этом и сила государства но время премии в том и заключается собственно сила гражданского сообщества которые говорят что ребята теперь мы переходим на новые гневые позиции на километр вперед вот с криком с проклятиями со звоном котелков государство передвигается на новое место где ничего нет и вот они опять показывают свою силу они моментально окапываются опять проводят коммуникации и али все теперь мы с этого места уже не с места может дальше уже собственно и достигать больше нечего а мы как в отждоге говорят нет надо еще на километр вперед и история продолжается кто-то саботирует кто-то доказывает что это нецелесообразно и так далее кто-то нас поддерживает и вот слабость гражданского сообщества она была еще заметна на этапе формирования самого плана по реализации стратегии в том плане что пришли талантливые правозащитники эксперты своих областях они выдали свои ценные идеи они даже принимали участие в рабочих группах но у них то ли не хватало времени то ли иногда желание а то ли не складывались рабочие отношения с представителями министерств и в том числе может быть даже с представителями юста а для того чтобы свою ценную идею облечь не в один пункт плана по реализации стратегии или пункта стратегии а для того чтобы этот пункт разбить на несколько чтобы было видно что там учтены абсолютно все факторы к примеру на днях мне звонила одна из чиновниц одного министерства это вот вы записали кто-то от вашей угоспл записал пункт что нужно государству выделять бюджетные средства для того чтобы выплачивать гранты неправительственным организациям на конкурсной основе я узнал эту свою строчку да это я писал и так скажите а деньги в бюджете есть и тут я понимаю что я совершил стратегическую ошибку я не думал как чиновник чиновница читает выделить деньги или там предоставить на конкурсной основе гранты но раз предоставить все остальное тоже готово раз ничего нет в бюджете и даже нет документа по которому она могла бы это инициировать госбюджет собственно ее ли это дело инициировать это общение ее компетенции то есть это уже и невыполнимо она кнута я пишу отказ и мы вот разошлись хотя она то понимает смысл идеи и я понимаю ее подход но то что мы писали вписали в качестве рекомендации оно не прошло в качестве приказа и четко указания для конкретного чиновника поэтому здесь данном случае нужно было писать что создать рабочую группу для разработки нормативного акта который бы регулировал предоставление грантов неправительственным организациям из государственного бюджета на конкурсной основе с тем что потом этот нормативный акт присматривал выделение в госбюджете потом создать другую группу которая создала бы конкурсную комиссию и так далее и так далее вот такой развернутый приказ был бы понятен чиновнику а для меня как для правозащитника ну я сказал гениальную мысль вот этого и достаточно и мой маленький пример это всего на вся маленький штрих того почему мы с государственными чиновниками часто встречаемся говорим об общих вещах находим понимание но когда дело доходит до бумаг то вот тут люди ныряют в блиндажи в окопе нет отсюда приказа нет мы из окоп никуда не пойдем у нас есть приказ передвигаться вот внутри наших приказов распоряжение а вы нам не давали команды выходить в открытое поле мы не выходим и к сожалению вот здесь мы поняли что камень преткновения лежит в том что мы не работаем с чиновниками чиновники не работают с нами опять-таки по разным причинам мы не хотим приходить каждый день к 8 или 9 на работу сидеть там до 6 потому что потому мы не государственный сектор что мы как вольные птицы работаем тогда когда захотим а чиновники стиснут зубы с 9 до 6 но после этого их лучше не трогать и да и мы поняли что нужно наверное ставить вопрос о том чтобы при каждом министерстве делать совместные рабочие группы членов нашей платформы из состава общественных организаций и тех чиновников которые ответственны за реализацию национальной стратегии с тем чтобы мы сидели какое-то время вместе достаточно долго чтобы мы вот эти пункты планы которые не выполняются разобрали по частям нашли где у нас в общем-то нерешабельная проблема где мы ее можем решить и таким образом немножко сделать ревизию самого самой стратегии самого плана и наверное мы будем просить от помощи в этом и кабинет министров и парламентский комитет по правам человека чтобы они нам оказали помощь потому что на уровне офиса амбуцмана это уже не срабатывает чиновники научились прекрасно писать ответы о том почему из блиндажа они не выйдут ну и какой же выход вот все таки если создавать эти рабочие группы это долгий период или все-таки достаточно быстро можно достаточно быстро это одно указание гройсмана заседание кабина и через неделю эти группы начнут работать в конце концов с нашей стороны все лица понятны кто работает в этой сфере и мониторит тот или иной пункт выполнения стратегии со стороны министерства понятно там есть тоже ответственные люди часто бывают приказы о выполнении национальной национальной стратегии рабочего плана но в любом случае это не проблема для государственного аппарата назначить окрайнего который потом будет водить нас я только крайне а вот реально кто решает вопрос это вот этот чиновник или вот в тот кабинет зайдите то есть он будет работать как проводник и этого тоже вполне недостаточно мы надеемся что если мы сможем запустить этот процесс ну хотя бы в январе феврале то мы можем и сделать обновленный вариант стратегии хотя она рассчитана уже до двадцатого года но мы можем ее и обновить и это будет заделом на продление стратегии потому что ну решить стратегию до двадцатого года считать нас правами человека все хорошо тоже нельзя скорее все будет новый вариант вот олег это национальная стратегия она же касается всех сфер жизни человека ну просто абсолютно настолько всеобъемлющие что если ее выполнить то создается такое впечатление что вся страна будет просто реформирована то есть мне показалось что это изложение всех реформ которые мы должны сделать стране но только через призму прав человека вот на самом деле можно ли ее реализовать если вот я даже не знаю вот можно ли ее реализовать наверно в этом и весь вопрос ну даже если ее и нельзя полностью реализовать то это хорошая планка на хорошей высоте которым нам нужно стремиться ни одно государство не имеет полностью решенные проблемы в праву человека свое время сам был в немалом изумлении узнал что в женеве заслушивается отчет по правам человека и критикуют такие государства там как швейцария где вообще в области права человека не должно быть проблем а у них там есть и им говорят ай-яй-яй и я понимаю что даже при высоком финансовом обеспечении государство в общем то не дорабатывает где-то в каких-то отраслях да наша стратегия которая получилась это действительно несколько идеалистическая картинка потому что естественно правозащитники каждый по своему направлению нес самые лучшие самые высокие идеи которые он хотел чтобы это было закреплено государственном документе закрепили разработали план ну вроде как похоже что это выполняется чиновники начали выполнять оказалось что нереально способны выполнять либо самые незначительные подвижки которые не требуют финансовых и материальных человеческих ресурсов особенно или они готовы выполнять только то что они уже делали но осталось только доделать только под эгидой выполнение национальной стратегии и вот этот вот эти 25 процента вот это они и есть а ничего более революционного и реформаторского в целом органы власти не показали вот тут мы как раз и не мы не смогли их консолидировать и заставить выйти на новый рубеж в свое время я немножко отвлекусь был хороший пример шведской программы сида которая взялась за реализацию программы забеспечения ревна ревенство женок-то-человеки по моему так это звучало в украинскому суспильстве они они когда увидели что это национальная программа она пробуксовывает уже три года и уже остался год до завершения ничего не делается они взяли инициативу свои руки ну естественно с позволения кабмина они начали проводить серию специальных тренингов с чиновниками ответственно от каждого министерства и я попал в эту серию тренингов потому что будто советником по правам человека при министерстве внутренних дел и они нас не только учили потому что обучать это без выхода в практику это бесполезный процесс они нас после каждого тренинга заставляли делать практические вещи в своем министерстве и показывать им что же мы делали например я написал там подготовил приказ о том чтобы вставили в программу профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел две-три тему по гендерному равенству это отлично это будет работать и действительно сотрудники конечно были не очень счастливы но не начали узнавать слово гендер хотя бы просто по звучанию мы потом разработали с коллегами программу обеспечения гендерного равенства среди сотрудников милиции она впочила в бозе потому что пришла звучи на влада януковича как мы шутим но в любом случае была разработана и вот когда такие подвижки были на уровне каждого министерства каждый тренинг заканчивался созданием проекта и продвижением нормативного акта и вот как ни странно через год большинство мероприятий это программы оказалось возможным выполнять потому что была нормативная база были такие буксирчики толкатель или как вы видите сподвижники которые там мешали жить спокойно всему министерству своей активностью и таким образом сида сделала так что чиновники выходили сами на новые рубежи и вели за собой свое министерство вот этого как раз сейчас не хватает у нас нет ни одной сейчас программы к сожалению международной технической поддержки доноров которая бы взялась как раз в таков именно в таком ключе за выполнение национальной стратегии не про он не юэсейд не совет европы ну уж никто из доноров не готов наверное сейчас выделить достаточно большую сумму денег для работы со всеми министерствами ну это в любом случае вопрос воздух потому что это это политика донорских организаций мы гражданское общество в общем-то будем думать о том что мы можем сделать своими силами пока что мы не стали останавливаться на достигнутом и при офисе омбудсмана и в общем-то по инициативе валерия владимировна мы сделали рабочую группу где опять-таки преломили вот этого человеческое измерение или человеческий фокус внутренней политики внешней украины как раз в относительно новый документ который разработан в рамках переходного правосудия мы его называем сейчас как засады и дрожжавные политики захисту прав людины в умово сбройного конфликту где собственно мы прописываем что должно делать государство с населением чтобы опять мы не потеряли тех людей которые началось как в пау этих людей которые находятся за линии разграничения в принципе это если мы не будем учитывать этих людей то грош цена всей нашей политики если мы скажем что мы вот заперлись в тех территориальных рамках которые нам очертила россия без донбасса без крыма из наших территорий естественно без тех людей которые там остались то вот мы как изоленцинисты можем просуществовать благополучно некоторый период времени а потом мы просто можем прекратиться как государство потому что само население не будет верить государству который так легко избавляется от своих граждан свое время я был очень удивлен политикой сербии когда был миротворцем в косово когда сербское население пыталась уехать после косовского конфликта в сербию потому что косовары вели довольно агрессивную политику они поджигали дома сербов взрывали церкви православные некоторые из которых были там восьмого девятого веков это были уникальные произведения искусства но в общем косовары уничтожали все что носило оттенок сербского и жители сербы из косово переезжали в сербии их там встречали как врагов народа это вы предаете национальные интересы зачем тебе здесь прописка зачем тебе здесь место работы какая тебе социальная помощь если ты предал сербии уехал из косово там твое место возвращайся и сражайся а мы с тобой ну при этом без особой материальной и может быть даже политической поддержки и люди оказались между жаромновами здесь неблагоприятные отношения с косоварским населением с албанцами а здесь в общем то абсолютно не дружеская внутренняя политика и для меня это было выглядело дикостью я сразу вспомнил практику заград батальонов времен второй мировой когда бойцам не позволяли отступать просто их расстреливая и вот если мы сейчас сделаем нечто наподобие мы потеряем население то которое находится на оккупированном донбассе в крыму и одновременно мы навсегда потеряем доверие населения здесь потому что я не буду верить правительству когда буду видеть как она легко отказывается от своих граждан и поэтому вот то что мы делаем в офисе амбуцмана это конечно довольно спорный документ спорный потому что он обнажил многие страхи которые оказываются присущие но не только чиновникам но представителя международных организаций правозащитного сообщества мы взяли по сути дела беспроигрышные принципы переходного правосудия такие как наказание там виновных возмещение ущерба от войны а публикация всей правды которая очень привела к конфликту что сейчас проходит во время конфликта необходимость реформ которые не допустят этого конфликта в будущем то есть это ну скажем так стопроцентные пробы качественные подходы и принципы но когда они ложатся на нашу основу даже своей маленькой рабочей группы мы были немало делены тому что допустим сами правозащитники кого я давайте не будем употреблять термин жертвы конфликта почему ничего себе это очень остро тому это бить людей а то что жертвы конфликта это термин ооновской резолюции 2005 года которая существует уже 12 лет это ничего и то что он вот так вот остро поставила вопросы назвала людей жертвами конфликта это же там же тоже не последние юристы писали эти слова перед тем как опубликовать да но может быть это будет острова то так а в чем острость я не понимаю это острота то в чем ну вот я просто рассказываю того чтобы продемонстрировать что готовность принять даже стопроцентно качественные материалы из оон и из мировой практики это еще на уровне терминологии это еще не означает что мы сделаем качественный национальный продукт представители международной организации а давайте не будем писать обнародовать всю правду почему но потому что если мы обнародуем всю правду это же приведет к новому к социальному конфликту люди будут возмущены всей этой правды которые они прочитают и видят хорошо а если мы напишем частичную в той мере которая позволяет ситуация и в отношении только те граждан кого она непосредственно касается из соблюдением тех норм законодательства которые не противоречат закону государственной тайне бла-бла-бла в итоге что мы получаем что мы получаем мы получаем именно нашу ситуацию когда ничего не говорят нельзя скрывают речь и и куда мы продвинемся ну это острова то представители государства говорят этот документ конечно о правах чека но где же здесь как я люблю говорить пылающий меч правосудия где же мы будем наказывать вот идет покажите марим ну вот же целый раздел привлечение к ответственности там какие-то мягкие формулировки надо всех вот образа всех посадить вот всех сепаратистам ну хорошо допустим даже если вы захотите всех посадить что в принципе не будет воспринято международным сообществом и нами как гражданским обществом где вы этих людей держать будете сколько вы захотите посадить вот все кто руках держал оружие хорошо 35 тысяч человек ну хорошо пусть будет так а и чиновников которые способствовали коллаборационировали там и так далее еще 50 я говорю дине это 470 430 тысяч только в донецкой в днр но это все это все кто находится так называемого службы врачи учителя заведующие поликлиниками то есть это всех кто находится на так называемой госслужбе ну хорошо пусть будет 200 тысяч еще 200 тысяч лнр и того 200 450 тысяч в самом малом исчислении нужно посадить ну да сколько у нас сейчас находится в колониях по всей украине 44 тысячи мы даже не даже если нам дадут деньги под это мы не успеем тюрьмы построить не горят том чтобы прокормить и обеспечить им те условия содержания чтобы украина не платила за жестокое обращение и чтобы нам не говорили что мы мстим к сепаратистам в кавычках поэтому наказывать надо но во первых не всех в первую очередь тех кто совершил военные преступления преступления против человечества без вопроса они должны быть привлечены к уголовной ответственности но это будет малая толика что делать с остальными да нужно думать иллюстрационных процессов нужно думать о том кого мы на время вообще не будем ни рассматривать никуда-то привлекать потому что в отношении него нет явных фактов совершения преступлений ну образно грязь как на время если не вскроются какие-то обстоятельства которые будут указывать на то что человек совершил преступления пусть работает хотя мы их можем и сдвинуть руководящих постов и запретить им занимать руководящие посты об этом мы можем думать это нормально но вот горячие головы из государственных сектор говорят но это все конечно хорошо но хотелось бы вот раз и навсегда решить эту проблему и когда мы видим что это вот вызывает такие разносторонние трактования совершенно нормального уже я скажу такого выхолощенного рафинированного мирового опыта то становится понятным почему государственные чиновники и вот эту фразу публичное выбачивание на представники органов влады перед жертвами конфликту за скоенный завчиненный конфликт надо тоже мы за это мы этого не допустим а депутаты точно не проголосует почему а почему я должен выходить и гореть извините жертвам конфликта это стало быть и беру вину на себя мы нет вы говорите от лица государства и в той части которая допустим касается вашего министерства что ваше министерство не правило достаточной активности в преодолении конфликта или в смягчении конфликта вредных последствий в этой степени конечно да вы вот как недавно министерство юстиции германии вместе с ангелом меркель извинилась за тот теракт из когда мы бы оказал мы оказались не готовы это собственно есть форма публичного извинения претензии после этого конечно к министерству юстиции германии могут быть но незначительно смягчены а вот гос чиной как нет это если я так скажу так не прямая дорога на скамью подсудимых я так не вот вычеркнет это все вычеркнуть нельзя потому что так в принципе в резолюциях он и пишется ну тогда давайте напишем так а публичное выбор выборчение сбоку органе влады моя почему представники органы влада нельзя органы влады можно а это деперсонализировано то будет и вот такая вот странная логика причем и опасения которые с разных сторон идут показывают что вот это для этого и нужны рабочие группы для того чтобы сидеть доказывать друг другу и доказывать очевидные вещи что если политик выходит и извиняется перед народом за нанесенный ущерб и неудобства то рейтинг политика этого не падает а наоборот растет и как минимум остается на том же уровне вот если он этого не сделает рейтинг просто катастрофически стремится к нулю политическая карьера закончена но у нас стране все работает немножко пока по другим законам и мы понимаем что и национальной стратегии и в любом случае продвижение человеческого такого измерения нам нужно показывать населению для чего это ему это нужно та же национальная стратегия те же права человека в общем или переходное правосудие точно также нужно показывать государственным членом почему это выгодно для госаппарата потому что она она от этого будет только богатеть государство как аппарат потому что если есть предсказуемая политика в области прав человека в обеспечении безопасности цивильного населения если есть четкий план есть четкий расчет сколько денег нужно любой донор эти деньги частично всегда может дать потому что он отдает хороший бизнес план скажем так а когда любой министер это вы нам дайте денег но разберемся мы там все сделаем под что у нас куча проблем каких но мы потом вам расскажем основные это две-три хорошо какой план неважно давайте деньги вот у нас еще рабочая группа есть мы все сделаем в этой мутной обстановке ни один донор денег давать не будет ни украине не министерство собственно и происходит поэтому и мы доказываем чиновникам что это выгодно политика мы тоже должны показать свою картинку что политик извиняющийся за преступления совершенные с обеих сторон это хороший политик это трезвомыслящий перспективный политик который точно понимает что нужно людям и меньше всего думает о территориях а думает о населении этой страны мы должны показать что политик который не стесняется реформировать министерство потому что хотя это и больно и невыгодно и это постоянная невротрепка но это как раз возможность войти в историю как реформатор а не тот который был там взрадником ватником оппозиционером ну и так далее то есть его фамилия может застрячь на скрижалях истории собственно почему бы нет для чего собственно человек идет в политику кроме того чтобы сделать что-то полезным заодно и себя может частично прославить это хороший мотив но это тоже нужно показывать и вот даже наша маленькая рабочая группа нам показал сколько мы еще как гражданское общество не дорабатываем потому что и мы к этому может быть частично не готовы и сколько еще не дорабатывает государство поэтому это процесс длительный интересный болезненный но наверное так должна и работать демократическое государство потому что если бы это было авторитарное то я бы пришел в рабочий рубуск он значит так я принес текст подпишите и пошли выполнять права человека можно конечно так подходить но это уже не демократия олег но вот вы сейчас рассказали какие эмоции это вызывает на уровне рабочих групп представители разных структур а представьте какой резонанс это может вызвать если вынести это на широкое вот народное если хотите обсуждение и вот тут вот еще один под вопрос ведь знаете многие говорят ночью сейчас огород городить вот вернем те территории а потом там разберемся а другие говорят наоборот что давайте сейчас объясним людям которые остались на территории на той территории что ждет что ждет тех кто сейчас над кем-то издевается и чтобы он знал что он ответит и те кто собственно говоря ну просто вот живет как живет да там где-то хочет кого-то лечит и он собственно говоря тоже ни при чем что государство его не защитила то есть тоже есть же такой вариант и в этом смысле он тоже жертву конфликта там по-настоящему вот как обидеть а вдруг а вот перед этим мы говорили какое-то может вызвать резонанс и вот как вы это думаете может не стоит сейчас и так дергать страну которую вот кажется которая срывается с низкого старта на любой такой провокационную вещь или наоборот это нужно сейчас проговорить чтобы потом конце концов избежать если хотите судов линча и всего прочего потому что даже не просто вы сейчас хорошую фразу сказали практически один из ну не аргументов а вопросов которые я услышал от представителей посолист они слишком ли рано вы хотите говорить о переходном правосудии не будет ли это слишком чувствительно для вашей страны ведь у вас же война а переходное правосудие обычно после завершения конфликта или так у нас еще и переход от авторитарная держава не закончился в демократическую а тут еще и война поэтому самый раз объединить два в одном и в конце концов мы можем и не дождаться до мирного решения конфликта мы быть заморожен на 20-30 лет реформирует страну и в общем то работать с тем населением которая потеряла свой дом или допустим с радостью переместиться из донбасса и крыма суда мы уже должны сейчас и такие кстати это еще один вариант опасений но уже со стороны дипломатических представительств тоже есть приходится с этим работать и я согласен что даже сами идеи о том что мы должны одинаково справедливо относиться к преступлениям которые совершены с той стороны и к преступлениям которые совершены и с нашей стороны и уголовные дела в военной прокуратуре против добровольческих батальонов и ряда военнослужащих это тоже возмущает участников а то но если посмотреть то если мы государство мы должны справедливо оценивать поступки каждого если человек совершил при 100 военное преступление то да за это нужно точно отвечать уголовное да он должен предстать перед судом к нему может примениться амнистия но если мы говорим об общеуголовном преступлении которое прямо связано с конфликтом и произошло во время конфликта допустим человек там занимая огневую позицию забежал в дом выбил стекла заодно увидел что ценно и взял себе в карман и под крики хозяева это ж наша сказал циц вам ударил очередью в потолок и убежал дальше воевать то есть это обычный грабеж за это нужно отвечать это нужно предстать перед судом неважно чьи знамена он носил и какой шеврон у него был нашит он может быть амнистирован но только после решения суда если мы будем говорить что мы ну некоторые давайте от амнистируем говорит амнистировать никаком случае нельзя правда всегда лежит где-то посредине да можно амнистировать но только узкий круг в отношении определенных обстоятельств это в любом случае нужен судебный порядок а если мы будем говорить о том что мы должны обеспечить социальные условия и для тех кто находится там то будет крику нам самим самим денег не хватает мы своих выполним можем обеспечить пособием а мы еще и пенсию тем кто получает российскую пенсию и будет еще нашу получать так никакого бюджета не хватит но это все вот как раз действительно те опасения которые есть у каждого человека и на котором обязательно будет спекулировать политики это сам сама тема войны и переходного правосудия в частности это прекрасная почва для именно политических спекуляций об этом прямо говорит европейский союз который уже пережил и югославские войны пережил опыт и когда увидел сколько много миллиардная помощь канула в никуда в боснию например и она как вот была к сожалению может быть страной третьего мира как и украина сейчас находится европейском континенте так и осталось все растранжировали политики и сиденье все ушли как в песок народ как был относительно бедным и работает по всем странам европы так и остался а поэтому для этого нужно отдельно проводить отдельную информационную кампанию и естественно тоже вырабатывать информационную политику государства и этот вопрос мы тоже ставим потому что информационная политика в условиях войны это дело тонкое потому что он опять находится между ссылой и харибдой с одной стороны я имею право слова и европейский суд говорит что конечно можно ограничивать свободу слова но при определенных условиях но есть масса дел которые выиграны и поддержаны европейским судом когда люди даже разглашали военную тайну но с учетом того что это разглашение военной тайны наносила ущерб меньше чем сокрытие для той информации которая представляет общественный интерес человек был оправдан или человек мог прямо цитировать там каких-то нацистов но он же не разделял их позиции он цитировал показы насколько это опасно и вот свобода слова в этом плане она в принципе может быть ограниченным достаточно слабо с другой стороны мы все понимаем что в условиях информационной войны и такого документа как доктрина информационной безопасности подписанная порошенко в принципе да делает необходимым как-то нам быть осторожным информационном пространстве с одной стороны мы имеем право говорить все что думаю с другой стороны мы должны не давать повода наносить себе ущерб теме теми людьми которые работают в информационной войне против нас ну допустим со стороны российской федерации той же и при этом можно говорить о закрытии каких-то аккаунтов можно говорить об уголовном привлечении администраторов сайтов можно но взять и просто отключить социальную сеть или мобильного оператора только потому что там найдены какие-то материалы но это все равно что взять и просто отключить электричество потому что с помощью именно электричество приводится в действие взрывные устройства ну это конечно кардинальный способ решения проблемы но он долго тоже не сработает и поэтому информационная политика сама по себе она у нас не выработана у нас нет документа она плохо регулируется потому что мы понимаем что все информационные компании в большинстве с ним должны быть частными а это плохо регулируемое сообщество это больше корпоративная этика нежели закон но тем не менее нам тоже нужно иметь четкие ориентиры что мы освещаем как освещаем и где у нас какие приоритеты независимо принадлежит ли это канал порошенко авакову ахметову неважно все равно есть стандарты освещения и я я считаю что такая информационная компания она очень трудоемко дорогостоящая но ее проводить нужно потому что только тогда когда все будут понимать как вот эти права человека намазать на хлеб как масло потому что все же говорят что если вы и вот если ты правозащитник почему я так плохо жив почему у меня колбасы в холодильнике нет я бы хотел чтобы вот деятельность в отношении защиты права человека правда прямо материализовалась в достаток каждого гражданин но это невозможно по ряду причин но вот мне бы хотелось чтобы эта информационная компания и политика доказала что права человека это совершенно нормальные вещи работы закона в нормальном демократическом государстве где простая работа дисциплинированная чиновников и поддержка их со стороны гражданского общества и ведет к автоматическому соблюдению прав человека коллеги которые недавно ездили в швецию они тоже спрашивали чиновник но как вот что вы делаете для соблюдения прав человека и шведы чиновники из маленького муниципалитета были обескуражены конечно вписываем эти слова в наши планы но что вы имеете в виду ну как ну вот вот как вы обеспечиваете права человека в своем городе вот да как мы просто у людей обычно перед тем как распределить городской бюджет мы спрашиваем что им нужно мы записываем потребности потом проводим опрос какая потребность превалирует в этой потребности что нужно или лавки поставить или садик открыть или дорожки велосипедные проложить или например парковку для машины и вот как только все это мы посчитали мы расписали бюджет и наверно то есть права человека но у шведов это уже хорошо поставлен к сожалению у нас так не муниципалитеты пока не работает не министерство и наше понимание что можно работать так еще слабовато поэтому мы не отчаиваемся но скажу честно работа в общем-то не из легких интересное но тяжелое олег спасибо вам огромное олег мартиненко был сегодня у нас прямом эфире конечно руководитель аналитического направления украинской кельсинской спилки олег поздравляем вас с наступающим новым годом спасибо желаем чтобы в следующем году у вас было больше новых идей мы всегда рады видеть вас в студии мы желаем чтобы вас было много побед потому что это победа нами для всех украинцев мы хотим чтобы украинской кельсинской спилке повторюсь все получалось и все-таки с наступающими праздниками вас и ваших коллег спасибо за им спасибо большое а вы оставайтесь пожалуйста с нами мы продолжаем подводить итоги уходящего года